185 детей от 10 до 16 лет, находившихся в момент пожара в палаточном лагере Халдами, спасли вожатые, в том числе и из Приморья. Грамотные и слаженные действия приморцев позволили избежать массовых жертв при ЧС, которая произошла в Хабаровском крае 23 июля. Ребята проявили элементарные знания, правила техники безопасности, те, которые они сдавали, обучая в школе подготовки вожатых. В экстренной ситуации уметь бросить все и спасти детей, которые в это время отдыхали. Это они и сделали. Глава региона Олег Кожемяка поблагодарил бойцов педагогического отряда. Из рук губернатора вожатые получили благодарности и почетные грамоты за заслуги при выполнении гражданского долга, за смелость и самоотверженность, проявленные в условиях экстремальной ситуации при спасении детей. Показали себя очень достойно. В первые минуты оказали необходимую работу, необходимую помощь ребятам, детям, непосредственно помогали детям. Потом уже после пожара, вернувшись с места работы, отдохнули, потому что все-таки ребята пережили большой стресс. Я надеюсь, что в следующем году они также активно примут участие в работе других лагерей. Олег Кожемяка также обсудил с ребятами вопросы организации детского отдыха в Приморье и выслушал темы, наиболее волнующие молодых педагогов. Вожатые отметили, что проблемными вопросами остаются создание комфортных условий для проживания детей и работы педагогов в детских лагерях. Видим перспективу строительства здесь большего количества детских оздоровительных лагерей, которые в том числе могут принимать детей с Дальнего Востока. Это предложение, связанное со строительством в каждом федеральном округе таких спортивных лагерей. И безусловно, Новый Восток будет претендовать на это место немножко. По географическим и климатическим условиям мы выиграем, скажем, войдем в число тех субъектов, где это будет установлено. Глава региона обещал разобраться в озвученных проблемах и проработать заданные темы с профильными ведомствами администрации Приморья. Также он пригласил ребят принять участие в разработке плана летней оздоровительной кампании на следующий год. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.